Добрый день друзья! Сегодня наконец-то готов поговорить о своем морском аквариуме. Часто в комментариях этот аквариум называют болотом. И я согласен с такими товарищами, потому что этот аквариум действительно сейчас сильно зарос водорослями и больше напоминает болото, чем яркий тропический коралловый риф. Но хочется сказать несколько слов свое оправдание. Первый момент это то, что этому аквариуму всего лишь где-то 8-10 месяцев и до этого у меня не было опыта общения с морским аквариумом и не было никого из знакомых у кого был бы морской аквариум. То есть в морской аквариуме я полный чайник. И второй момент. Воронеж это не Москва и здесь не пойдешь в магазин и не купишь сразу то что тебе нужно. Невозможно найти все необходимое и цены здесь несколько выше чем в Москве. Но тем не менее этот аквариум потихоньку начал приходить в нормальное состояние. Я сейчас купил достаточно морской соли. Делаю подмены воды почаще и водоросли стали расти меньше. Тем более температура воздуха в упала. Это уже не лето и соответственно упала температура воды в аквариуме и поэтому водоросли растут гораздо медленнее. Я все еще учусь обращаться с кораллами. Я их переставляю с места на место. Переставил вот эти кораллы. Этот саркофитон у меня стоял совсем без полипа в целую неделю. Но теперь он дружно раскрывает полипы. И вот синулярия. Рядом с ним довольно капризное животное тоже пытается немножко раскрывать свои полипы. Перенес на другое место вот эту синулярию. Если наверху она стояла вот чуть чуть повыше, поближе к свету, у нее полипы были скукоженные, то сейчас она расправила свои веточки и на стали появляться полипчики. То есть этот коралл чувствует себя тоже несколько получше. Те рыбы, которые у меня не успели выпить из этого аквариума, выглядят здесь здоровыми, очень хорошо питаются. И сейчас я решил купить еще немножко обитатель для этого коралла, для этого аквариума. Надо сказать, что я не пытаюсь сделать этот аквариум сразу ярким и нарядным, с белоснежными кораллами и очень яркими рыбами. Я пытаюсь создать в этом аквариуме какой-то биоциноз, какое-то взаимодействие между всеми организмами, которые там живут. Те, кто давно смотрят мой канал, наверно помнят, что вначале у меня на камнях было довольно много айптазии. Это такой организм, который похож на гидру и своими щупорцами обжигает рыбу. Айптазия это паразит. Так вот я очень не переживал за эту айптазию, потому что знал, что ко мне придет акриихт. Рыбка-единорог. И вот этот акриихт у меня прекрасно расправился со всеми айптазиями. На сегодняшний день в аквариуме нет ни одной из айптазий. С этими сорняками у меня расправился акриихт. Но после того, как он расправился с сорняками, он у меня почему-то погиб. Я его уже давно не вижу в этом аквариуме. И следовательно, его не в этом аквариуме уже нет. Следующим этапом у меня чистятся водоросли. Сейчас аквариум достаточно сильно зарос водорослями, но я потихоньку его очищаю от водорослей. Купил специальную щеточку. Вот такая вот кулинарная щеточка с очень мягким ворсом. Она синтетическая, пищевая, в общем-то. Значит, она не должна отдавать в аквариум ничего вредного. Ворс у нее из лески. И я думаю, что вот этой щеточкой я смогу хорошо почистить кораллы от водорослей. Вот таким вот путем. Но сейчас я не буду, конечно, мутить эту воду. Вот. Водоросли достаточно легко очищаются этой щеточкой. Как вы видите, этой кисточкой. Пока не буду мутить воду, чтобы не мешать просмотру ролика. Но при очередной подмене воды я, конечно, сделаю небольшую механическую уборку. В этом аквариуме я кисточкой почищу камни от водорослей. Кроме того, у меня здесь есть собачка, которая ест водоросли. Правда, она одна не справляется. Поэтому, в дополнение к ней, я купил еще одну собачку. Вот она тут плавает у меня в баночке. Сейчас мы ее выпустим в аквариум. Говорят, что эта собачка очень хорошо чистит обрастание. Очень питается водорослями и должна поедать водоросли. Она несколько больше моей предыдущей собачки. Здесь у меня стоят новые обитатели. Привыкают к моей воде. Так, и выпускаем сюда собачку. Вот она сразу ушла в тень. Ну, я думаю, мы с вами посмотрим еще на эту собачку, когда она побольше здесь освоится. Я не уверен, что эту собачку мы будем видеть часто, но пусть она здесь живет водоросли. Кстати, в магазине были и более яркие собачки, более дешевые собачки. Очень симпатичные бычки в том числе. Но я взял вот такую невзрачную собачку. Сейчас не могу ее найти, она куда-то спряталась ко мне. Для того, чтобы она уничтожала водоросли. То есть, аквариум сам должен защищаться от водорослей. Также я взял вот такого морского ежа. Я не стал брать ежа арбузика или был графитовый еж. Были разные ежи. Я взял вот такого ежа. Это очень опасный еж. У него очень острые ломкие иглы. И если такая игла попадет в кожу, то она там нагноится. И кроме того, останется татуировка от этого ежа. Поэтому с этим ежом надо обращаться очень осторожно. Сейчас мы тоже его пересадим в аквариум. Не хочет уползать. Вот тут на дне остались обломки от его игл. И вот этот ежик. Тоже говорят, что очень хорошо чистит. Лучше, чем другие ежи. Чистит обрастание все на стеклах. Это просто газонокосилка. Вот посмотрим, что у меня здесь накосит эта газонокосилка. Как можно видеть, песок в этом аквариуме уже давно созрел. Он покрылся красными, зелеными водорослами. И этот песок надо немножко шевелить. Вон там есть у меня улитка. Есть у меня раки синилапые. Раки-отшельники. Но они недостаточно шевелят этот песок. Недостаточно его рыхлят. И поэтому я купил морскую звезду. Вот такая вот морская звезда. Это песчаная морская звезда. Я покупал красную морскую звезду. Очень яркую, красивую. Такого же примерно размера. Но она у меня очень быстро растворилась. А вот эта морская звезда, она не будет заметна в аквариуме. Так же, как предыдущая собачка. Но она закопается в песок. Будет фильтровать и чистить песок. И ее мы сейчас тоже посадим в аквариум. Вот так выглядит эта звездочка. Сверху она серенькая. С пятнышками. Прилипла. Звезда живая. Переворачивается. Прилипает к стенкам. Вот она пошла на дно. Что интересно, что она опустилась на дно правильно. Ну вот, вскоре она должна закопаться в песок и будет у меня ворошить этот грунт в аквариуме. Чтобы он не закисал и не портился. Опа! Красненькая собачка только что выскакивала. Вот торчит ее голова. Из-за камня. Наверное, думал, что я их начал сегодня кормить. Я сегодня их один раз кормил и сейчас вечером у них вторая кормежка. Так. Конечно же я не удержался, чтобы купить какой-то коралл. Я купил коралл деревцем. Ну вот, сейчас он весь скукоженный. Но я сейчас подумаю еще. Переставляю куда-то его. Пока попробуем поставить его сюда. Думаю, что завтра он распустится. Распустит свои веточки и будет настоящим деревцем. И в качестве вишенки на торте мне еще подарили вот такую вот креветку доктора. Креветок у меня в этом аквариуме еще не было. Никогда не было морских креветок. И сейчас я попробую запустить ее в этот аквариум. Это просто для украшения аквариума. Вот она пошла. Ага, рыбам интересно, что же это такое. Ну, насколько я знаю, эта рыба не опасна для креветки. Они ее не обидят. Ну вот, прошло пару минут, и видно, что звезда живая. Она полезла на стенку, сдвинялась с места. Ежик пока просто шевелит немножко своими иголками, но тоже немножко ушел со своего места. Посмотрим, приживут все ли эти обитатели в моем аквариуме. Только что отсюда выглядывала собачка новая. Итак, друзья, будем создавать саморегулирующую систему, которая будет самонастраиваться. Можно было, конечно, еще раз купить акриихта. Были в продаже акриихты, и недорого. Но у меня сейчас нету здесь айктазии, и акриихт мне пока что не нужен. Мне сейчас нужно избавиться от водорослей и немножко прорыхлить песочек в этом аквариуме. Поэтому я купил соответствующих обитателей. Не стал покупать ярких каких-то рыб морских, яркие кораллы. Пока что мне нужно здесь наладить всю эту систему, чтобы все устаканилось, установилось. Вот креветка здесь обалдевшая так и сидит на одном месте пока. Итак, будем наблюдать, будем смотреть. Этот коралл еще не раскрывается. Будем смотреть, что из этого получится. А украшательством аквариума каких-то ярких его обитателей мы купим попозже. Вот. Ползает, морская звезда потихоньку, передвигается. Видно ее движение. То есть обитателей сюда доставил всех живых. Я купил еще вот такой гранулированный корм дискус. Говорят, мы хорошо подходит для морского аквариума. И в том магазине, где я покупал своих обитателей, этим кормом подкармливают всех морских обитателей. Кормят этим кормом вот так, набирают щепотку, немножко держат, дают ему размокнуть, рыба уже подходит на этот корм, чувствует запах малинези, старые мои обитатели. И вот так вот потихоньку корма седает на дно. вот вы видите даже клоун прибежал на корм. Вот звезда полностью упустилась на песочек и сейчас закопается в него. Прибежала на корм моя двухцветная собачка. корм дискус немножко пахнет рыбой, рыбим жиром. И видимо это привлекает рыб. Этот корм полезен креветкам и другим ракообразным. Кроме того он улучшает окраску рыб. морская звезда полностью закопалась в песок. Вот в этом месте слегка видны ее контуры, но саму ее уже не видно. Вот она собачка во всей своей красе. 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 Новый обитатель моего аквариума. Вот такая серенькая невзрачная дракончик такой. Поворачивает голову, посмотрит в нашу сторону. собачка вот две собачки знакомятся. Двухцветная и вот эта новая. ну посмотрим на этом все друзья всем пока и до новых видео об этом аквариуме ну а хейтеры они всегда хейтеры и найдут что здесь поругать найдут чем меня еще как это сказать порадовать всем пока всем красивых здоровых аквариумов